МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я ничего не скажу. Мой Олежка Шалон. Ну, чтобы из-за разбитого окна ребенка из школы исключительно, это ж нельзя. А вы раньше служили в театре? Не доводилось. Ну, я так думаю, для того, чтобы пальто подавать, много ума не надо. Ну, это вам так кажется. Тамара Васильевна пережить этого не могла. Вот и ушла. Раньше времени, подруга моя дорогая. Скажи, это твои дети? Да. Что ж ты нам про какие-то рестораны рассказываешь, а? Ты посмотри, какая у тебя жена красавица. Трое прелестных девочек и четвертого ребеночка ждете. Я ведь, знаешь, не каждый может похвалиться таким богатством. Да вот же она. Вот она, вот. Да, это она. Девочка моя. Поехали. Поехали с нами домой. Я... Я сама. Потом тебя отправлю в Москву. Честное слово. Да, она это. Она, она. Ну, что ж ты, милая. Я к тебе со всей душой. А ты меня обворовала. А через месяц он мне снова сделал предложение. Я сказала ни за что. И осталась с ним. Вот сегодня утром он опять мне сделал предложение. А я сказала, что мне надо подумать. А мед такой. Да как пахнет-то. Вкусный-то. А теперь ты, Сашуль. Ну, хоть одну ложечку. И выздоровеешь. Давай. Ам, Сашуля. Ам. А чистую ложку можно? Ой, глупенький. Да я же здоровая. Ты же от меня не заразишься. Вот после тебя мне нельзя. Ну, давай. Ну, мы, мы продали. Еще год назад. Осенью. Вот мы на эти деньги и живем. Получается, я так случайно позаботился о родителях. Да. Вот так и получается. Так уж вышло. Петя, собирайся на радио. Уже половина четвертого. А по дороге разведешь Санечку в кружок. Хорошо? Хорошо. Ну, давай. Не твое дело. Ты же знаешь, он далеко. Был бы рядом, не забыл бы меня. Что-то я в этом сомневаюсь. Помолчи. Прежде чем других судить, о себе подумай. Я внимательно слушаю. Ему на жаре нельзя. У него сердечко слабенькое. Пара Львовна, успокойтесь. Да что успокойтесь? Я вам с самого начала говорил, что надо денег заплатить. А что вы мне на это не тот случай. Денег не берут. Страшный суд. Все берут. Мама. Вы бы лучше воспитали его нормальным человеком, чтобы по бабам не шлялся. Света. Сядьте. Он сам у вас работал? Своими руками делал что-нибудь? Ну, ребята его, дружки, приятели, солдатики. А что? В чем дело? Этот идиот уже третий час тянет мои нервы. Что такое, Ида? Что такое? А как это, по-твоему, что это? Хэндель? Ну, Ида, значит, я тебе не могу судить до музыки. А я тебе расскажу. Так, Хэнделя играл только мой покойный брат Йоси. Он вот так вот играл Хэнделя, а потом таки стал вором. Смотри, смотри! Это ты! Это ты его убила! Я не хотела! Все ошибаются. Простите, если можете. Зачем? Зачем мне твои извинения? Ты мне мужа, мужа верни! Так приятно. Спасибо, спасибо большое, Караджан. Спасибо. Я тронусь до слез этой встречи. И сейчас расплачусь, я лучше уйду. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова